Здравствуйте, Шахриза! Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Давно мы не виделись, но я не могла вас не пригласить по той простой причине, что последние полгода были особо насыщенными в вашей творческой жизни. Значит, было множество наград, было множество всероссийских конкурсов, много чего интересного произошло. Ну, для начала я, наверное, спрошу у вас о том всероссийском конкурсе, где вы взяли первое место. Это, значит, национальные головные уборы. Я знаю, что вы представили карачаевскую народную шапочку, народный убор. Я жду подробностей. Спасибо за приглашение. Я тоже приветствую вашу аудиторию и желаю всем жизненного благополучия. Теперь перейдем к нашим конкурсам. Итак, конкурс, этнографический конкурс головных уборов народов России. Я в нем приняла участие, но первого места я не заняла, по той причине, что критериев в этом конкурсе не может быть, потому что для каждого народа его головной убор, он самый дорогой, самый значимый, самый важный. Да, вы сказали правду. Я представляла карачаевский национальный женский головной убор. Это артефакт на самом деле. Хотя бы потому, что хозяйка этого головного убора была историческая личность. Почему историческая? Потому что о ее трагической судьбе была сложена песня. Это Кемисхан Кочкарова, родная сестра моего прадеда Азамагирия Кочкарова, которую насильно выдали замуж. В честь Кемисхан была сложена песня. Называется она по-кратчайски «Джирбон Кемисхан». То есть я послала и фотографию шапочки, которая, она прошла Азию. Эта шапочка прошла Азию, прошла голодные смерти. Ей суждено было сохраниться для народа. Я послала историю одной песни, которую я написала сама о трагической истории Кемисхан Кочкаровой. И описание этой шапочки, и песню Кемисхан в исполнении Умара Атарова. И в результате я стала лауреатом этого конкурса. На самом деле там не было ни победителей, там были только участники, дипломанты, несколько лауреатов. Вот, собственно, со всего Кавказа лауреатом стала я. Шахриза, не менее яркая Ваша победа – это победа в номинации «Литература» и медаль имени Ислама Крымшамхалова, нашего великого просветителя. Для Вас это было значимо, это было ожидаемо? Дело в том, что это в области, как бы Вам сказать, национальной литературы. Я немножко выбиваюсь из этого контекста. Мне отдали Крымшамхаловскую медаль за мою книгу переводов «Тесная планета Земля», о которой мы уже говорили. Это книга переводов, прозы с писателей латиноамериканских стран. Вот что это значит для Грачаева-Черкесия, на самом деле не знаю. Я вообще не знаю, почему, вернее, знаю, почему я начала переводить. Но я не думала, что, в общем-то, в местном контексте, в местном колорите эта книга будет иметь значение. Ну, видите, выстрелила, значит, нужно. Значит, нужно было, чтобы вышла эта книга. Для меня она в любом случае дорогая, с медалью или без. Ну, и видите, так сказать, арт-комитет тоже оценил это вот так вот высоко. Я, естественно, счастлива. Что не зря сидела ночами. Я сидела ночами в ауле Учкулан. Понимаете? Воткнув в модем, тогда три джей был. И ждала. Вот знаете, какие были проблемы? У каждого латиноамериканского народа есть свои индихинизмы. В каждой латиноамериканской стране. То есть те местные индейские племена, которые внесли свои какие-то слова в классический испанский. Я знаю индихинизмы мексиканские. И то не все. Потому что Ольмеки, Сапотеки, Тольтеки, Ацтеки. Вот это все невозможно знать. А представьте, если это Перу, если это Колумбия, если это Аргентина, если это Эквадор. Откуда я могу знать все эти индихинизмы? И я искала в форумах, что означает. Вот есть слово у эквадорцев «чолё». «Чолё» – это означает, это неприличное слово на самом деле, его нет даже во многих словарях. Это означает смесь белого человека и индейской женщины. Но это еще как байстрюк звучит, не просто метис. Вот словарь тебе даст метис? На самом деле это оскорбительно, это как байстрюк, незаконно рожденный. Но я-то этого не знала. И вот этот ждешь, когда форум загрузится, и вот эти две-три минуты этот кружочек кружится, кружится. И ты ждешь, смотришь в окно, плачешь даже и думаешь, а зачем тебе это нужно? Вот жила бы как все, была бы кандидатом в наук, писала бы какие-то никому не нужные статьи. А вот ты сидишь… Понимаете, в этом есть великое бессмертие писателя. Я уже говорила об этом. Я думаю, что любой писатель, любой художник будет счастлив знать, что где-то на другом конце земли, на другой стороне луны, можно сказать, в заснеженных далеких горах сидит там, кто-то ночами переводит тебя и плачет от бессилия. Вот я не могу это свое состояние забыть. И это состояние, видите, вот какую прекрасную форму, в конце концов, вот не то, чтобы переродилось, но меня наградили за это, это очень приятно. Также я знаю, что в Зеленчугском районе нашей республики прошел конкурс, и необычный конкурс. Этот конкурс был посвящен вашему творчеству. Вот для вас это был сюрприз? Это был огромный сюрприз на самом деле. Вообще я люблю Зеленчугский район, очень такой творческий, и он активный, он не находится как-то в состоянии статики. Они все время что-то генерируют, участвуют в конкурсах, там танцевальные, музыкальные, вот они вот активный такой, движущийся район. И у меня в силу моей предыдущей работы, начиная с этих времен моей работы на телевидении, и по сей день я дружу с Зеленчугским районом, меня пригласили, они запустили проект «Мастер-пера», значит, отдел культуры и библиотека, Зеленчугская районная библиотека, запустили проект «Мастер-пера». То есть в рамках этого проекта, ну они сами определяются, где-то раз в квартал, будут приглашать поэта, и он будет встречаться с населением, и читать свои стихи, рассказывать о своей жизни, отвечать на свои вопросы, то есть так, как это было в добрые советские времена. Это прекрасно, собственно, что нужно художнику, собственно, что его греет. И, так сказать, дебютным стало мое выступление. Это начальник отдела культуры Владимир Карпенцов, директор Дома культуры Ислам Чаушев, дирекция Зеленчугской районной библиотеки, заместитель директора Рита Чаушева. Все они меня пригласили, я не могла отказать, потому что с ними со всеми у меня очень хорошие отношения. Но когда в ходе этой встречи выяснилось, что предшествовал этой самой моей встрече, предшествовал конкурс чтецов, школьников, учащихся в учебных заведениях Зеленчугского района, конкурс «Апрельский бенефис» по творчеству Шахризы Богатыревой, но я там за малым не заплакала, честно говоря. Шахриза, ваши ипостаси можно вечно перечислять. Поэт, литератор, публицист, переводчик, журналист, литературный критик. Ваше творчество перешагнуло не только страны, но и континенты. Вы много лет жили за границей и все равно вернулись на свою малую родину. Я много лет знаю вас и я считаю вас настоящим патриотом своей родины. И вот тут возникает вопрос. Вы пишете на карачаевском языке? Говорю я прекрасно, но выучилась этому прекрасному языку немножко во взрослом состоянии. Я сама из города Карачаевска, хотя большую часть своей жизни прожила в Ауле, в Чукулан. И мое детство прошло между двумя кварталами. У меня мама Качкарова, бабушки Джанибекова и Каркмазова. И я вот между Качкаровским и Каркмазовским кварталом. Но говорить так толком не умела. То есть я не выросла в стихи карачаевского литературного языка. Бытовой – да, но литературный язык, он существует так же отдельно от нашей жизни, как, я не знаю, русская народная музыка и, скажем, классическая. Там тоже те же вариации по мотивам русских народных песен. Я не чувствую это вот, свой литературный язык, я его не чувствую. Я знаю, что я не смогу создать произведение искусства. Бытоописательное писать не нужно. Вот встал, он там почистил зобы, пожарил яичницу, умылся из-под крана. Литература – это искусство. Надо создавать искусство. А просто так рифмовать строчки или, взяв руку, перо, написав, я не знаю, каля-маля считать себя писателем, ну это я просто… Я или буду создавать произведение искусства по своему жесткому такому критерию, отбору, цензу, потому что очень жесткий цензур для себя, или же не буду писать. Шахриза, я знаю, что вы переводите с карачаевского языка, со шведского языка, с испанского языка, но вы переводите прозу, а поэзию почему не переводите? Есть у меня, как бы сказать, эталон для подражания, недосягаемый где-то. Это Сергей Гончаренко, ученый испанно… Ну как, вот у него испанский язык, как у меня русский, скажем так. Если бы я могла бы переводить на этом уровне, соблюдая, сохраняя все… Не только ритм, размеры, ну и все такие технические условия, которые нужны для создания стихотворения, но при этом, если бы я еще могла бы вот эту метафорику сохранить. Есть потрясающая поэма колумбийского поэта, Гьермо Валенсия, называется «Лос камео сверблюды». Вот я хотела, чтобы вы послушали и поняли, о чем я говорю. «Дос лэнгидос камео, эластикас сервисис, Дэ вердэс охос, кларос, и пиэль седося, рубия, Лос кэйос, рекогидос, инчандэс лас норисис, А грандэс пасэс мидэн, уна рэнальдэ нубия, Раздуты жаднан ноздри, пружинит сонна шея, Мерцает зелень взгляда, горчащего полынью, Под рыжим шелком шерсти, на солнце пекем лея, Верблюды мерят шагом нубийскую пустыню». Ты видишь вот эту звукопись? «Под рыжим шелком шерсти». Это же надо уметь сохранить. Ну что же, я благодарю вас за такое интересное интервью и, конечно, желаю дальнейших творческих успехов. Спасибо вам.